уважаемые девы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 8 по 14 февраля включительно расклад общий он подойдет и мужчинам и женщинам поэтому я вас всех приглашаю к своему столу сейчас по традиции вы можете загадать картам один вопрос желания вы на него получите ответ да или нет но в конце чтения основного вашего расклада карта которая останется на самом дне колоды и будет являться ответом на ваш вопрос да или нет сегодня как обычно мы рассмотрим основные моменты в этом периоде что ждет вас в работе в личной жизни и те кто в паре и те кто одинок финансы и внешний мир постараемся рассмотреть скрытые факторы возьмем карту совета и посмотрим чем для вас эта неделя завершится не забывайте о том что сам по себе расклад в особенности если он с вами резонирует уже для вас является подсказчиком и советчиком для тех кто знает свой асцендент вы можете смотреть этот второй прогноз как по асценденту также и по основному знаку гороскопа и то и другое правильно что с вами больше в резонансе то и ваше бывает такое что проигрывается сразу оба знака колода готова и мы с вами можем начинать кому нужно больше времени на свой вопрос желания ставьте на паузу а я продолжаю колода готова и мы можем начинать ваша первая карта уважаемые девы все карты вашего расклада перед вами я так полагаю что буду брать дополнительные потому что расклад на этот период выпал для вас довольно таки сложный хотя то что я помню по годовому раскладу я видел что для вас для многих этот год будет успешным что-то в вашей жизни будет меняться но пока я вижу есть какие-то сложности и так ваша первая карта начинается расклад семерки мечей а эта карта может говорить о врагах о конкурентах о зависти и о каких-то интригах сплетнях игре за вашей спиной возможно эта карта может проиграться для кого-то из вас как воровство на бытовом уровне поэтому где бы вы ни находились смотрите за своими вещами сумочками кошельками нигде ничего не оставляйте без присмотра но эта карта может еще говорить и о воровстве на более высоком уровне когда кто-то из-под тишка наблюдает за вами для того чтобы использоваться какими-то вашими идеями или наработками в рабочих процессах сама по себе эта карта говорит о том что именно вы осторожно себя ведете вы кому-то не доверяете такое впечатление что вы все время откуда-то ждете опасность вы насторожены эта карта говорит о том что да действительно в вашем ближайшем окружении за вашей же спиной есть прямой человек враг это женщина но скорее всего вы не знаете кто это даже если с этой дамой вы имеете общение то вы на эту даму не подумайте вы думаете на кого угодно но только не на этого человека я вижу что вы заняли оборонительную позицию и готовы в любой момент себя защищать то есть возможно у вас есть определенный план или стратегия но эта карта говорит о том что вы смотрите или ждете опасность не оттуда откуда на самом деле исходит угроза но враг за вашей спиной однозначно есть и враг опасные то есть человек который вам не желает добра и готовый в любой момент нанести удар если говорить о вашем общем запасе энергии он оставляет желать лучшего почему потому что вы из-за нервов постоянно находитесь в эмоциональном напряжении давайте рассмотрим общий фонд событий всей этой недели и мы видим здесь карту правосудия старший аркан юстиции на фоновую карту неделю выпал старший аркан а это уже много это говорит о том что события этой недели для многих из вас в чем-то будут очень важными и решающими но на весах вашей жизни стоит очень много очень много взвешивается и анализируется анализируются все за и против вы боитесь сделать какую-то ошибку это двойственность и противоречия в вашей душе но это и какие-то кармические судьбоносные моменты которые вы в данном периоде обойти не можете вам их только нужно прожить для всех тех у кого есть какие-то моменты связаны с госдомами с госструктурами вы что-то оформляете есть какие-то спорные вопросы юридические эта карта предполагает то что ваш вопрос еще остается открытым много неясного много спорного вам нужно подключать каких-то людей людей компетентных в том вопросе который вас волнует ну и сама по себе эта карта может предполагать ранее вами же допущенные ошибки и сейчас как плата за прошлое что-то приходится отрабатывать но эта карта может говорить и о кармических каких-то программах которые вам нужно пройти в данном периоде вам кажется что сложно вам может казаться что жизнь в отношении вас не справедливо но все таки вы стараетесь принимать какие-то правильные решения как бы глядя на ситуацию со стороны холодным оценивающим взглядом как бы чужого человека так проще не пропускайте что-то через свое сердечко эта карта конечно говорит о вашей огромной аналитики о вашей собранности и в любой момент готовности к действиям и сразу же хочу обратить ваше внимание на то что вся линейка карт вот вертикаль карт вниз выстроились старшие арканы забегая немножечко вперед я озвучу эта карта верховной жрицы и эта карта смерти эти карты сейчас мы отдельно рассмотрим но обо всем и по порядку что ждет наши семейные пары для семейных пар выпала карта тройки мечей но троечка мечей в перевернутом виде также я ее и оставляю почему потому что так она имеет совершенно другие значения в доме суета хлопоты день сурка одно и то же повторяется одни и те же заботы усталость психологическая усталость на физическом уровне нежелание общаться со своим партнером какие-то обиды но по вот этой карте либо вы уже привыкли к какой-то боли либо вы пытаетесь от нее абстрагироваться но от этого вам не меньше больно да то есть вот в партнерстве я вижу что ваша вторая половинка в отношении вас по крайней мере в этом периоде предан но сама по себе тройка мечей может говорить о треугольниках и о том что кто-то может конкурировать с вами либо с вашей второй половинкой то есть кто-то может быть как с вашей стороны так и с этой стороны может заглядывать ваши отношения для того чтобы их разрушить финансовые проблемы тоже имеют место почему потому что вот эта карта может говорить о том что вам приходится финансово выкручиваться сводить концы с концами для того чтобы на все хватило денег обиды на партнера вы чувствуете даже если вы рядом что он или она от вас далеко нет понимания грусть и печаль возможно вы тоскруете по какому-то другому человеку который может находиться на расстоянии меланхолия мысли о прошлом в которых может быть вы находите успокоение но снова таки это внутреннее страдание в вашей паре есть относительный баланс но даже если в общем объединить числовое значение этих карт кто получится цифра 5 эти карты говорят о борьбе в доме в семье и между вами то есть конфликты имеются и какие-то проблемы все-таки по-прежнему остаются давайте посмотрим что ждет наших одиноких дел для вас выпала карта старшего аркана императора карта короля мечей и карта старшего аркана отшельника и у вас также вышло два старших аркана помимо того что и в линейке карт мы видим еще три если говорить о мужчинах девах во многом вы стараетесь служить систематизировать вы хозяин положения хозяин своей судьбы очень много в этом периоде зависит от вас от вашей собранности организованности умения планировать где-то рисковать проявлять смелость и в то же время это всегда какие-то стратегические далеко идущие планы умение мыслить и видеть ситуацию вперед то есть дальновидность это все то что вам будет помогать рядом с вами может быть еще какой-то мужчина с которым вы решаете какие-то сложные жизненные задачи для кого-то это может быть человек юрист для кого-то врач для кого-то просто какой-то важный друг но который помогает разрешить сложный вопрос почему потому что отшельник говорит о том что по поводу чего-то все-таки у вас есть затруднения и как бы вы по этой карте в себе не были уверены вам нужна помощь человека советчика для женщин о чем говорят эти карты о том что очень много одиноких дев напомню эти карты говорят о том что очень много в этом периоде вашей жизни зависит все-таки от мужчин на вашу жизнь может влиять как минимум два мужских лица для кого-то это может быть отец дядя брат может быть человек из внешнего мира либо это какие-то статусные люди но здесь идет общение с мужскими лицами что-то вы для себя пытайтесь с помощью этих людей разрешить я вижу что один человек в отношении вас явно расположен позитивно и готов вам помочь чем может нужный совет либо нужную информацию если вы сейчас каких-то затруднениях вы по отшельнику получите а мы видели по фоновой карте недели что у вас есть затруднения и у вас сейчас решаются какие-то жизненно важные вопросы у тех у кого открытые суды вот эти карты могут показывать людей юристов людей при погонах с помощью которых как раз что-то и решается но все равно по отшельнику нехватка информации карта может говорить о том что у вас какой-то момент могут опускаться руки но вы должны дойти до победного конца и эти карты победу в общем-то вам и предвещают но она будет сложной она будет не сейчас и за свою победу за свой успех вам еще предстоит поработать побороться если говорить о рабочих проектах для тех кто работает для женщин снова таки в чем-то и на рабочие процессы могут влиять мужчины либо с работой помогают мужчины либо финансово вас кто-то готов поддержать материального мужском лице но такие рядом с вами есть либо по крайней мере один человек который вам будет помогать и будет вас поддерживать для тех кто развивается духовно изучает эзотерические практики медицину сами занимайтесь преподаванием карта отшельника великолепно и она говорит о том что несмотря на то что вы сейчас имеете какие-то затруднения вы сами еще кому-то можете помогать и творить добро это накопление опыта это ваша внутренняя мудрость которая помогает вам справиться с многими проблемами если говорить о вашей личной жизни для мужчин карты неплохие они говорят о том что вы в себе уверены но если вам нравится какая-то определенная женщина то здесь однозначно с вами конкурирует еще какой-то мужчина за ту даму которая для вас важна если вы еще не встречаетесь рядом с вами нет любимой женщины то эти карты предполагают то что рядом с вами есть друг человек с которым вы может быть обсуждаете свою личную жизнь и невзгоды своей личной жизни пытайтесь найти советы либо у теху как раз вот в этой самой дружбе для женщин одиноких для тех кто встречается и у вас есть партнер то эти карты могут говорить о том что вы можете нравиться двум мужчинам либо за вас кто-то борется да и вот вы сами по этой карте можете не знать что вам делать то есть двойственность и противоречия я вижу что вы пока не готовы оттолкнуть ни одного ни другого из-за этого конечно очень страдаете и от обоих партнеров немножечко абстрагируйтесь вам нужно время для того чтобы собраться проанализировать подумать вам нужны моменты уединения для внутренней гармонизации вот всего того что вы ощущаете анализа происходящего даже когда рядом с вами кто-то вы можете испытывать внутреннее одиночество чего-то вам как будто бы не хватает вроде бы и мужчины есть и внимание есть а как-то все не то да хочется больше любви больше чувства но если меня смотрят женщины которые действительно встречаются то карты говорят о том что рядом с вами два сильных мужчины и их стоит рассматривать как людей на дальнейшее партнерство возможно эти люди не привыкли быть сентиментальными но эти оба человека могут помочь решить вам многие проблемы по крайней мере один из них может сделать для вас очень много а выбор за вами даже для тех кто еще не встречается милые женщины эти карты говорят о том что вы еще будете выбирать то есть на сцене вашей жизни появилось два мужских лица или появятся в будущем а вам здесь решать и по этой карте возможно вы будете обращаться кому-то за советом или за помощью хотя вы сами знаете ответы на многие вопросы что в центре вашего расклада это сердце сердцевина вашего расклада это судьбоносные моменты и также основные моменты в работе карта верховной жрицы и здесь говорит о двойственности и неопределенности многие из вас в особенности женщины показаны как особые очень интуитивные высоко духовные и развитые и вы сейчас боитесь снова таки сделать какую-то ошибку и в работе и в личной жизни это что касается любых проектов эта карта может предполагать то что в данном периоде вы пытаетесь привести в порядок какие-то бумаги щита либо какую-то информацию возможно вы что-то изучаете и углубляетесь какие-то знания но вы ощущаете ограничения вы можете чувствовать себя как птица в клетке да вам не хватает свободы вам не хватает воздуха вам нужен полет но пока взлететь не получается потому что есть какие-то проблемы которые давлеют над вами вы можете зависеть от каких-то других людей либо от внешних факторов либо от любых других обстоятельств по этой карте и мужчины и женщины показаны как люди очень умные но мужчинам девам в этом периоде все-таки стоит прислушаться и к интуиции женщины мудрая женщина дает вам правильный совет для кого-то это мать для кого-то это женщина духовный наставник а для кого-то это может быть женщина оракул и возможно вам стоит прислушаться даже к советам человека гадающего то есть картам советы даю не я а советы дает вам высший космос так как карты это тонкие энергии эта карта может предполагать то что какие-то процессы тормозятся либо приостанавливаются возможно вам хотелось бы что-то ускорить но сейчас не получается и вот это вот состояние постоянного напряжения постоянного ожидания но это время не проходит для вас зря не проходит даром что-то вы для себя анализируете что-то изучаете и по большому счету по этой карте на многое в своей жизни вы сумеете посмотреть философски и это то что будет вам помогать для тех кто на сегодняшний день без работы эта карта говорит о том что пока работу найти вы не можете возможно вам не хватает каких-то знаний кстати говоря прекрасная карта для всех тех людей которые занимаются саморазвитием самообразованием если вы учителя либо вы медики то есть по этой карте я вижу что вы готовы служить обществу но сейчас вы для себя собираете либо нарабатываете какой-то новый опыт в чем-то у вас нехватка информации возможно вам хотелось бы совершенствоваться и это то к чему вы стремитесь по этой карте также чувствуется субординация в отношении каких-то людей вы далеко не каждого впускаете в свое приватное пространство и каждого человека по этой карте вы сканируете как рентген давайте посмотрим что на вашей душе возьмем дополнительную карту и для вас выпала карта колесницы эта карта прорыва эта карта дорог эта карта ваших собственных амбиций и эта карта говорит о том что несмотря на вот это внешне заморожено холодное отстраненное состояние внутри вас бушуют и кипят страсти ваши эмоции рвутся наружу вам хочется что-то менять вам хочется лететь вперед и рано или поздно эту свободу вы получите вот этот прорыв и вот это движение в вашей жизни будет вот это клокочущая энергия внутри вас прорвет любую плотину прорвет любой застой и в общем-то эта карта может предполагать любого рода дороги которые вы планируете которые для вас могли бы быть удачными для женщин это все-таки поддержка мужского лица и не забывайте все-таки оставаться быть активными в каких бы ограничениях вы не находились и хочу еще раз заметить что снова таки старший аркан хотя вы видели что я при вас тасовала колоду нет никакой подтасовки давайте посмотрим что происходит с финансами на финансы выпала карта старшего аркана снова таки старший аркан двадцатый карта суда с деньгами есть напряжение есть озабоченность очень много в финансах зависит от вас и не только в ваших финансах но и в делах тех людей которые могут зависеть от вас ваши родители либо ваши дети кто-то нуждается по этой карте в вашей помощи для кого-то эта карта может предполагать то что вы сейчас решаете какие-то сложные вопросы и на какие-то сложные задачи тратятся ваши деньги из этого вы можете их не чувствовать даже если вы их зарабатываете по этой карте это могут быть любого рода родовые проблемы когда вы вынуждена кому-то помогаете кто-то болеет либо это любые спорные вопросы касающиеся вашей семьи вашего дома или вашего окружения для кого-то это оформление бумаг связанных с работой но снова таки помните о том что все зависит исключительно от вас по этой карте высшие силы вам будут помогать даже если у вас есть какие-то долги или кредиты сложно но у вас будет получаться что-то разрешить проявляя волю и характер здесь все-таки вам будут помогать не только высшие силы но рядом с вами есть еще какой-то человек или люди на которых все-таки вы можете рассчитывать давайте посмотрим что происходит во внешнем мире на внешний мир выпала карта троечки пентаклей а эта карта предполагает то что из-за финансов из-за денег на кого-то вы злитесь в своем ближайшем окружении может быть на кого-то с тем с кем вы тесно связаны по работе потому что троечка пентаклей может означать любые рабочие процессы на кого-то вы злитесь кто-то злится на вас в чем-то вы оставите свой финансовый интерес и в общем-то эта карта показывает борьба борьбу за деньги борьбу за место под солнцем вы по этой карте не готовы кому-то уступать то что по праву принадлежит вам мы видим здесь медведя это ваша сила мощь энергия это ваш характер при внешнем спокойствие хладнокровие которое мы вот видели по верховной жрицы по этой карте мы видим вот эту бешеную энергетику которая есть у вас внутри и в общем то вы любую задачу сможете решить но здесь из-за денег могут быть какие-то нервы все-таки финансовый вопрос который вас напрягает или волнует вы решите в свою пользу но возможно с кем-то конфликты или выяснения отношений в любом случае эта карта дает развитие на будущее в том случае если вы сумеете побороться за свои права давайте посмотрим на скрытые факторы именно в этом периоде и для вас выпала карта пажа чаш карта троечки чаш и карта четверки пентаклей три великолепный факт три великолепные карты скрытых факторах нет негатива а это уже приятно достаточно негатива на поверхности и вы в общем то то что является сложным все это видите и обо всем об этом знаете скрытых факторах наоборот я вижу поддержку то что рядом с вами есть люди либо друзья либо кто-то из вашей родни если вы влюблены это может быть даже человек который вас влюблен друг или подруга кто-то готов вам оказать помощь эти карты также могут предполагать и любого рода отдых праздник какие-то приятные разговоры встречи с друзьями либо с человеком который вам дорог несмотря на проблемы которые существуют вокруг вас вам удается по четверки пентаклей и заработать и удержать немножечко сэкономить и придержать денежки хотя траты у многих из вас есть и траты большие но это бережливое отношение к деньгам это упорство и труд в то же время жизнерадостность помогут вам выстоять в этой борьбе эти карты коммуникации и общения с другими то что вы должны оставаться на позитиве и в общем то если так вы себя будете вести то все будет вашей жизни неплохо есть и люди которые вас поддерживают для тех кого волнуют личные отношения а карта пажа чаш может говорить о любви о влюбленности о телефонных звонках желание с кем-то увидеться все-таки троечка чаш да она говорит о любви но это треугольники или четырехугольники карта четверочки пентаклей может предполагать ревность чувство собственничества и то что вы не готовы делить своего партнера или партнершу с кем-то но пока вынуждены соглашаться с той ситуации в которой находитесь но возможно вы обдумываете какой-то план на будущее итак чем для вас завершится эта неделя на завершение этого периода для вас выпала очень сложная карта эта карта смерти но эта карта не говорит о смерти на физическом уровне ни в коем разе не стоит бояться эту карту это очень философская и мудрая карта она говорит о сложных жизненных ситуациях да что-то является на сегодняшний день для вас сложным но ситуация кармическая если вы хотите в своей жизни что-то изменить по этой карте вам нужно принять какое-то волевое решение вам нужно что-то от себя отсечь что-то то что тянет вас назад что-то то что вас на сегодняшний день тяготит вам нужно разрубить какой-то гордеев узел который сейчас душит вас и не дает вам развиваться по этой карте нужно проявить большую смелость для того чтобы разорвать узы прошлого привязанности стереотипы выработанные годами либо наложенные на вас социумом по этой карте я вижу даже некоторую ожесточенность именно с вашей стороны бескомпромиссность каких-то делах когда в чем-то для вас стоит вопрос ребром и все-таки вы готовы действовать решительно преодолевая свои страхи но это сложные внутренние процессы внутри вашей головы внутри вашего сознания и об этом говорила верховная жрица то есть идет тщательный анализ об этом говорила и карта отшельника о том что вы стараетесь проанализировать любые детали и любые мелочи что свойственно девам но давайте все-таки на эту карту возьмем дополнение как совет и для вас выпала карта восьмерки посохов карта очень благоприятна и она говорит о том что рано или поздно из вот этой критической или какой-то сложной жизненной ситуации вы сумеете выйти при том у вас будет выбор вариантов и выбор возможностей эта карта скорости и движения то есть к вам подключаются какие-то люди вы начинаете вести активную деятельность что-то менять что-то экспериментировать по этой карте вы перестаете бояться вы просто начинаете жить полной грудью и вот эти проблемы рано или поздно для вас останутся позади чего бы это ни касалось работы любви либо еще какого-то выбора высшие силы помогут вам принять правильное решение для тех кого интересуют личные отношения вот эта карта может предполагать то что вам нужно разорвать старые отношения для того чтобы начать развивать новые почему потому что по этой карте когда вы разорвете старые отношения в вашу жизнь войдет что-то новое и прекрасно однозначно любовь однозначно интим и при этом вы выбираете они вас выбирают давайте посмотрим на карту основного совета для вас для всех на этот период и мы здесь видим карту рыцаря чаш для женщин прекрасная карта она говорит о том что у вас есть друг может быть родственник это может быть кто-то из внешнего мира мужчина который готов вас в чем-то поддержать и если вы оказались в затруднениях обратитесь за помощью к этому человеку для тех кто боится любить эта карта говорит о любви о встречах о свиданиях откройте свое сердечко и вы будете счастливы непременно для тех кто еще не повстречал своего рыцаря на белом коне вы его еще встретите то что касается мужчин эта карта говорит о том что вы должны оставаться на позитиве но и не пренебрегайте дружбой того человека в мужском лице который готов вам помочь рядом с вами такой есть возможно вам нужно совершить какие-то дороги или поездки все это пойдет вам на пользу если вы на будущее планируете дороги связанные с отдыхом обязательно поезжайте это все то благодаря чему вы сможете сменить обстановку и набраться позитивных эмоций женщину эмоционально будет поддерживать мужчина который дорог вашему сердцу давайте посмотрим ответ на ваш вопрос да или нет и для вас выпала карта королевы посохов эта карта дает ответ да для женщин дев несмотря на то что вы относитесь к земной стихии эта карта может показывать ваши огненные качества и проявления характера в отношении того вопроса который для вас важен вы идете только вперед при том вы умеете использовать свое ближайшее окружение тех людей которые рядом с вами они будут вам служить они будут вам помогать благодаря удачным рокировкам которые есть в вашей голове в вашем планировании а это говорит о том что вы женщина стратегических планов и умеете мыслить стратегически для мужчин эта карта говорит о том что вам поможет женщина вашем вопросе возможно огненной стихии это может быть овен лев или стрелец по гороскопу но не обязательно это может быть темноволоса кориглаза либо даже рыженькая особо но очень амбициозно и от этой женщины что-то будет зависеть что еще вам нужно знать в этом периоде информация общего характера и для женщин и для мужчин три карты так ну неплохо друзья хочу обратить ваше внимание на то что даже ленорман казалось бы дублирует расклад таро который перед вами а это говорит о том что расклад верный и многие ваши проблемы я озвучила верно обратите внимание на то что в триаде карт которые выпали для вас в центре стоит карта правосудия что-то взвешивается что-то на весах вашей жизни для кого-то это спорные сложные жизненные ситуации и по этой карте мы тоже видели правосудие и юстиции высший суд высшая справедливость какой-то закон который для вас важен справедливость вы имя себя либо вы имя кого-то желание действовать по закону и в общем то обратите внимание что рядом с правосудием выпала также двойственная карта эта карта развилки но эта карта дорог и выбора и она говорит о том что в любой сложной ситуации у вас будет как минимум два варианта в решении той проблемы в которой вы оказались что вам может помочь ваша активность и дороги если вы запланировали какие-то дороги обязательно поезжайте и обратите внимание медведь или медведица для вас выпала первое в этой триаде а в вашем раскладе на внешний мир выпадала карта медведя второй ленорман отстоять свои права отстоять свои позиции быть сильными и уверенными ничего не бояться и это то что принесет вам победу но по этим картам ваша ситуация по-прежнему остается неразрешенной у кого-то это что-то может быть неразрешенное до двух недель от двух недель до двух месяцев а у кого-то до двух лет да сложно но высшие силы будут вам помогать надежда есть поэтому боритесь за свое счастье вот такая вот информация кстати говоря для мужчин здесь вот эта карта может говорить о женском лице которая вам помогает а для личных отношений эта карта лишний раз может показывать треугольники и то чтобы для того сделать выбор в личной жизни на весы ставится очень много выбор между двумя партнерами уважаемые девы всем в добрый час всем удачи позитива прекрасного настроения сумейте действительно отнестись к этому раскладу философский сумейте его проанализировать вы обладаете глубоким анализом и я думаю что многим из вас это поможет я не прощаюсь с вами подписывайтесь на мой канал все те кому понравилось и вы еще не успели подписаться а я вас всех жду в следующих недельных а также месячных прогнозах всем до свидания